За пару минут до начала вынесения приговора в коридоре суда людно. Вместе с обвиняемым Михаилом Старцевым пришли его друзья и знакомые. По словам адвоката подсудимого, она переживает, но повлиять на решение уже невозможно. И вот час икс настал. Назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в строительной колонии строгого режима. Срок наказания Старцева исчисляется в день вступления приговора в законную силу. За честь срока отбытия наказания, время содержания под стражей с 27 июля 2020 года по 22 октября 2020 года. Меру пресечения Старцева в виде подписки и невыезде на длежащем поведении, изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда. К слову, ранее гособвинение просило осудить Старцева на 12 лет, но суд принял во внимание ряд смягчающих факторов. Наличие у подсудимого двоих малолетних детей, частичное признание им вины и неудовлетворительное состояние здоровья Старцева. Помимо 6 лет лишения свободы, Старцев будет обязан по решению суда выплатить компенсацию морального вреда в пользу семьи погибшего Павла Рохлова. Это 4 миллиона рублей. Защита обвиняемого намерена подать апелляцию и обжаловать решение суда. Пока же Старцев будет находиться в СИЗО. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.